Добрый вечер, доброй ночи, дорогие друзья. Мы начинаем сегодня, как всегда, с форумных вопросов. Лекция будет, по моим ощущениям, но пока, по крайней мере, подавляющее большинство голосует за поэтику незаконченного романа. Мне самому довольно интересно поговорить на эту тему, поскольку, как вы понимаете, незаконченный роман так же увлекателен, как внезапно оборванная жизнь, за которой остается такой след, на бог его говорил, продленный призрак бытия, синеет за чертой страницы. Кстати говоря, Этидар, в некотором смысле, незаконченный роман. От его второго тома осталось несколько набросков и примерно 20 страниц текста, трактат о бабочках, одна из сцен в начале. Мы знаем, что Зина Мерц должна была погибнуть под автомобилем. Ну, в общем, много чего там интересного есть. Попробуем поговорить о прелести незаконченных текстов. Что касается большинства форумных вопросов. Очень многие просят, чтобы я высказался об Алексею Люкаеве, как о поэте. Мне что-то глумливое видится в таком подходе, потому что, конечно, Алексей Люкаев дурак нам не как поэт. Это, знаете, довольно, кстати, частое явление, что экономисты пишут стихи. Диктаторы склонны к сочинению стихов. Сталин, Мао Цзудун, Андропов с его вполне диктаторским мировоззрением и довольно авторитарными замашками. Но вообще, знаете, они любят прекрасное. А поэтов тоже всегда тянет к власти. У меня была целая теория на этот счет, что поэт живет в мире иерархии. Иерархии вкусовых, эстетических, даже фонетических. И, естественно, что его как-то тянет к вертикали власти. Как сказал Пастернак, как в этой двуголосой фуге он сам не бесконечно. Мало он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Я подозреваю, что для поэта, естественно, тяготеть к власти, как у Пушкина, это было. И Чарадаев это у него, кстати, отмечал одобрительно. Говоря, что Пушкин впервые становится национальным поэтом после стихотворения «Клеветникам России». Или там «Бородинская годовщина». Это такой как бы гиптих. Ну и для тирана, естественно, сочинять. Почему пишут многие экономисты? Рядом потому, что экономика – это в сущности лишь одна из разновидностей психологии. И поэтому интерес к деньгам, к их движению, к их происхождению тоже как-то сближает писателя и экономиста. В свое время у Чуковского была блистательная статья «Некрасов и деньги». Некрасов – первый поэт, который сделал финансы одной из главных своих лирических тем. Финансы и романсы в каком-то смысле для него тождественные. Я думаю, что и Улюкаев, и Сабуров, который некоторое время был выдающимся экономистом и впоследствии крупным функционером в Крыму, они все как-то тянутся к сочинительству по понятной причине. Деньги – ведь это тоже как бы лирическая тема. Деньги таинственные. Деньги ведут себя непредсказуемо. И есть какое-то поэтическое волнение, согласитесь, всегда, когда видишь много денег. Ну, мне бы, еще раз повторюсь, глумиться над случаем Улюкаева не хотелось бы. Во-первых, ни один арест вашего покорного услугу не радует. По делу, не по делу. Виноваты сеслибы, не виноваты. И выселались они под власть, боролись они с властью. Арестовывать, на мой взгляд, особенно в русских условиях сегодняшних, не следует никого, даже если это такая сравнительно мягкая мера, как домашний арест. Думаю ли я, что Улюкаев действительно виноваты, я не берусь об этом высказывать, потому что понятие виноват сейчас предельно размыто и в девальвированном. Мне представляется, что вопросов пока значительно больше, чем ответов. И в этой ситуации мне больше всего ненавистно злорадство. Эти крики о том, что наконец-то Россия вырвалась из-под влияния Америки, и теперь Америка нам санкционировала свободное развитие, теперь мы с разрешения Америки можем делать все, что хотим. Мне кажется, что это как-то не очень суверенно. Это какие-то несуверенные заявления. Меня раздражает, когда первой строчкой в новостях идут слова «Обама назвал Россию супердержавой». Подумайте, какое событие, да, возьмите с полки пирожок. Меня интересует, что говорят россияне о России, а не то, что они говорят «американский президент, в юрисдикции которого я не нахожусь». Его мнение мне, честно говоря, интересно в десятую очередь, при всем уважении к нему, как к писателю прежде всего. Значит, поэтому мне представляется, что история с Уликаевым, я об этом уже говорил сегодня в колонке на газете «Ру», вот в этой НАТЕ, мне кажется, что история с Уликаевым, она действительно связана с выборами Трампа, но очень опосредованным образом. Когда Америка перестала быть врагом номер один, мы срочно нуждаемся в очередном враге. Приготовятся всем внутренним врагам репрессии и пойдут по этой линии, потому что мы не можем больше ненавидеть заокеанских воротил. Заокеанских воротил у нас теперь будет любовь. У нас вообще теперь в ближайшее время на внешнем фронте грядут, вопреки ремарку, довольно серьезные перемены. На западном фронте у нас будут лучшие друзья. Возможно, в Австрии, возможно, это будет Марин Ле Пен. В Британии уже, видите, они Брексит устроили, и это лучший подарок всем российским ура-патриотам, самого кондового толка. Ну и Трамп теперь. Америку уже теперь не поругаешь. Честная, трудовая Америка сделала свой выбор, пишут балаболы, которые в жизни свои пальцы о пальце не ударили. Я хорошо лично знаю этих персонажей, знал точнее. Ну и хорошо, ради бога, пожалуйста. Значит, нам нужен срочно враг. Этим врагом на какое-то время станут все слибы, а потом мы просто все. То есть, резкая переориентация на поиск внутреннего противника. Вот и все, по-моему, что происходит. Радоваться здесь, на мой взгляд, абсолютно нечему, в общем, Воронежу приготовиться, в соответствии с известным мемом. А в одной из своих программ вы дали определение пошлости, могли бы его повторить. Да, с удовольствием, пошлость – это все, что человек делает не для себя, а для чужого мнения. Это любые потуги выглядеть как-то в соответствии с чуждыми критериями. То есть, это неорганичное поведение. Вот так мне кажется. Однажды вы назвали страшным роман «Мадам Бавари», но ведь это очень простая история. В чем ее загадка и обаяние? Ну, видите ли, «Мадам Бавари» – первый роман Флабера, написанный, как мне кажется, под прямым влиянием Тургенева. Поэтому вообще, мне кажется, Тургенев открыл западный роман. Это такая неочевидная история. Это книга, в которой действительно важнее мотивы и подтексты, нежели напрямую высказанные авторские позиции. Да, собственно, этих авторских позиций там нет. История рассказана от лица человека, который наблюдает ее вблизи, от лица одноклассника Шарля Бавари, что заявлено в первых строчках, и этот человек не может, разумеется, не позволяет себе делать никаких выводов. Он честный провинциальный протоколист, хроникер. А ужас этой истории очень прост. Даже если глупая, романтическая, начитавшаяся книг женщина, даже бабенка в каком-то смысле, красивая, довольно пустая, выдумывает себе любовь, она расплачивается за эту любовь по-серьезному, расплачивается по-настоящему, расплачивается жизнью. Вот в этом-то и ужас. Выдумываем мы себе чушь, выдумываем мы себе романтический бред, оплатим за него жизнью серьезно. И нельзя не пожалеть этого человека. Понимаете, графоман, который пишет полную ерунду, он спивается и умирает, как большой писатель. Большой разницы в этом нет. А женщина, влюбившаяся в идиота, расплачивается так же, как и женщина, влюбившаяся в гения. Человек, исповедующий веру, даже если он верит в полную ерунду, а не в высокие христианские ценности, все равно может стать мучеником веры, своей дурацкой веры. Вот в этом, мне кажется, страшный пафос романа, хотя многие увидят там совершенно не то. Гриша и Мадам Баварейт очень хорошо написаны книгами. Вот интересный очень вопрос. Здравствуйте. Наверное, это мой последний вопрос к вам. Чудо, если нет. Даже я не знаю, как не пережить-то это. Скажите, разве может быть Бог в мире, в котором существует хотя бы один человек, не чувствующий его? Запросто. Я не военствующий атеист. Я, может быть, и сам с радостью поверил во что-нибудь трансцендентное. Но когда жизнь совершенно бессмысленна, то, простите, какой же может быть Бог? Я не понимаю, зачем я здесь. И что мне следует делать? В таком случае часто говорят, надо просто поменять род занятий, город, страну, планету. Подождать, ибо скоро все само собой наладится. А вот инвалидам тяжелее, и то живут, не жалуются, и т.д. Но все это настолько пошло и чушь, что я готов жибить лицо за такое. Согласен с вами. Пошло и чушь. Да и ваш толстым софизм смерти нет, потому что я не может быть. Спасибо за выражение. Ваш толстым. Кажется мне чем-то из разряда пошлости, простите. Конечно, я глупый человечек, мало видел, еще меньше понял. Но сегодня я с особенной остротой чувствую свою правоту. В том мире, где существую я, Бога быть не может, а человек лишь рефлексирующая форма существования белковых тел. Некоторым из которых существование невыносимо. Великолепная формула. Хотелось бы, чтобы вы меня переубедили, но это вряд ли. Спасибо за внимание. Алексей, дорогой мой. Значит, переубеждать вас не нужно совершенно. Если бы вы не чувствовали Бога, в вашем тексте не было бы такой живой злобы. Злобы человека, который чем-то обнесен. Он видит, что вокруг нюхают цветы. У него начато отсутствует обоняние. Ну, что поделать? Либо отревин, либо признаться, что у вас нет нюха. Ну, ничего страшного в этом нет. Понимаете? И совершенно мне ни к чему вас переубеждать. Потому что я вовсе не заинтересован в том, чтобы все веровали и все наслаждались жизнью. Тем более, что вера не гарантирует такового наслаждения. Вы говорите о том, что смысла в вашей жизни нет. Но ведь заметьте вот какую штуку. Человеку нельзя внушить, что такое смысл жизни. Он чувствует, что он должен быть. А если у него на этом месте пустота, он чувствует болезненно эту пустоту. Следовательно, у вас есть некая фантомная боль. На месте или когда-то бывшей веры, или долженствующей быть веры. Вы чувствуете недостаточность вашего бытия. И вот ощущение этой недостаточности, это задыхание в буднях, это и есть ощущение присутствия Бога, если хотите. Или отсутствия Бога. Тогда-то мне Андрей Кураев подробно объяснял, что сказать Бога нет, значит сказать логический абсурд. Потому что если чего-то нет, значит оно есть. Есть понятие. Мне кажется, что самый точный очерк вашего состояния дан в фильме «Хрусталев машину» Германа. Тогда мальчик начинает молиться в уборной просто от того, что его душит, додушивает уже эта плоть мира. Она навалилась на него со всех сторон. И он начинает молиться, смотреть вверх просто от того, что смотреть вокруг слишком отвратительно. Ну а если вас это не убедит, если вам это покажется пошлым софизмом, то и слава Богу. Потому что чем живее ваша эмоция на эту тему, чем активнее ваше отвращение, ваше желание бить в лицо за фальшивые утешения, тем, значит, яснее, ярче и непосредственнее ваши чувства. Вот и всё. По-моему, судя по тому, что вы пишете, вы глубоко религиозный человек. Если вы не видите в своей жизни смысл, так ведь я, след за толстым, готов повторить. Вы властны вложить в неё смысл. Это зависит только от вас. Никто вам этого не придумает. Если вы не придумаете, чем вам заняться, искать вне каких-то утешений, по-моему, совершенно бессмысленно. Мне кажется, что вы хорошо пишете. Это могло быть одной из ваших возможных карьер. Лёша, ещё один замечательный друг. В чём смысл фильма «Мечтатели»? Что не может разглядеть аудитория за обилием откровенных сцен? Ну, аудитория как раз видит там не так уж и много откровенных сцен. Они довольно целомудренны на фоне того же «Берта Лучча». Это такой подростковый, мечтательный фильм с точно имитированной подростковой сексуальной озабоченностью. Что даст смысл, который я там вижу, он для меня совершенно очевиден. Но почему-то никто не разделяет такого подхода к картине. Мне кажется, что это фильм о том, что именно прекрасные мечтатели, культурные, интеллигентные, немножко такие извращённые, аутичные, немножко в социальном смысле дети, они могут сколько угодно нарушать буржуазные приличия в своём кругу. Но когда происходят настоящие революции, настоящие уличные атаки, они совершенно там чужие и абсолютно оттеснены. Это именно фильм о прекрасных мечтателях, которые, когда дело доходит до сбытии мечт, оказываются абсолютными маргиналами. Оказываются первыми, не приспособлены к тому, как их мечта сбылась. Вот так мне кажется. Хотя, ну, финальная сцена, в которой абсолютно растерянные эти герои на фоне несущейся толпы, мне кажется, она довольно откровенна. Она самая откровенная в фильме. А, конечно, не та, где главный герой от пальцев до волос целует Еву Грин. Это одна из моих любимых сцен в мировом кино, потому что я очень люблю Еву Грин. Но, конечно, фильм снят не ради неё. Есть мнение, что ваш роман ЖД похож на роман Толстого «Война и мир» в попытке отобразить ценности и ход развития общества. Вы думали об этом сходстве? Насколько мне известно, мысль об этом сходстве высказал только Каджио Шигура, когда ему подарил «Леринг соус» в английском переводе. Он сказал, что это почти такой же неподъёмный труд, как «Война и мир». Это, в общем, ещё особенно лестно в этом определении я не вижу, хотя, конечно, приятно. На самом деле ЖД имеет в виду «Война и мир», отсылается, реферирует к ней, как к одному из образцов. Кстати говоря, тут недавно прочёл про замечательный город Павлова, в котором мафия взяла власть и поразился тому, как точно предсказан город Блацк. Вообще таких совпадений мне ЖД подкидывает больше, чем любая другая моя книга. Конечно, я не дерзаю сравнивать с «Войной и миром», это скромное сочинение, но то, что «Война и мир» – это роман о модусе поведения, о модусе операндии нации во время войны, о квинтэссенции национальной морали, это для меня очень важно, конечно. И я уже Д пытаюсь показать, как деградировал самый дух войны, самое понятие о войне. Вот там в интермедии между двумя томами, там есть эта мысль, для меня чрезвычайно дорогая. Посоветуйте достойные книги по истории. Людям официальная мифология надоела. Знаете, первой приходит на ум книжка Гаррисона Солсбери «О блокаде Ленинграда». Как пример очень достоверного, глубокого и вдумчивого исследования. Ну, понимаете, история – это такое необъятное же дело. Ну, просто я только что перечитывал эту книгу, по работе мне было надо, поэтому я вспомнил ее. А так-то по истории существует, знаете, необъятное количество именно очень качественной художественной литературы. Морис Семашко – замечательный писатель. Я совершенно здесь не оригинален. Хотя немножко мне его проза в последнее время кажется слишком орнаментальной. Но, может быть, так оно и надо. Вообще из исторической прозы для меня номер один – Аттиньянов, конечно. В первую голову восковая персона. Ну, много, ну, господи, а подпорочеки же малолетний витушишников. Вот где схвачен дух истории. Вторая трилогия Мережковского «Царство зверя». Мне кажется, очень глубокой книгой. Ну, во всяком случае, роман «14 декабря» просто один из лучших. Ну, Мережковскую я хвалю традиционно. Ну, наверное, «Кросс» из бывших республик – это интереснее писатель эстонский. Да многие, господи. Походу вспомню, что назову. Вы часто говорите, что классика – автор под ником «Солидный господь». Вы часто говорите, что литература для вас аптечка на любой случай жизни. И такой уже ваш метод работы над передачей новостей в классе. Да, была когда такая передача. Но какой совет дает литература в сопротивлении погоде и борьбе с болезнью? Вот главный сезонный вопрос. Как вы вместе с Пушкиным и Толстым можете посоветовать бороться с русской зимой и при этом сохранять физическое, духовное здоровье? Знаете, у меня было такое стихотворение «Теплый вечер холодного дня, ветер, оттепель, пенье сирены». Не дразни меня, хватит с меня, мы видали твои перемены. Не смущай меня, оттепель, не обольщай переходами к лету. Я родился в холодной стране, мало чести, оставь мне хоть эту. Только трус не любил никогда этой пасмурной брежущей-брежущей хмуре, голых веток и голого льда, голой правды о собственной шкуре. Я сбегу в этот холод, за ней от соблазнов, грозящих устоем. Мы укроемся в русской зиме, там мы стоим того, чего стоим. Вот пространство, где всякий живой, словно в пику пустому простору, обрастает тройной кожурой, обращается в малую спору. Ненавижу осеннюю дрожь на границе надежды и стужей. Не буди меня больше, не трожь, сделай так, чтобы не было хуже. Здесь, где война дворе, в январе лед, по улицам шапки по крышам, здесь мы выживем, в тесной норе, и тепла себе сами надышим. Как берлогу, поземку, пургу не любить нашей северной музе. Дети любят играть на снегу, и бы детство со смертью в союзе. Ну и так далее. Там не буду уж дочитывать. Грех, конечно, себя цитировать, но я что хочу сказать. Если вы своим зонгом Берт Брехт хочет сказать вам следующее. Если вы не можете наслаждаться, попробуйте гордиться. Это хороший, на самом деле, способ. Если вы не можете приходить в восторг от русской природы зимней, по разным причинам вас не восхищает и снег, да окошек деревни лежащий, и зимнего солнца, холодный огонь. Есть люди, которым это очень нравится, мне, например, есть люди, которые от этого улучшатся. Но если не можете наслаждаться, попробуйте сделать из этого предмет для гордости. Это довольно, по-моему, универсальный совет. Какую литературу почитать? Ну, попробуйте Михаила Ютса на лестницу на шкаф. Там, по-моему, о зиме сказано с должной мерой такой утешительной ненависти. Да много есть хороших текстов зимних. И мне кажется, как раз Некрасов, автор «Мороза красного носа», главный поэт русской зимы. А где зима рассмотрена как фатум, как рок, такой русский фольклорный образ рока. Смотрели вы фильм «Гюриев день»? Помню, что он оставил сильные впечатления, но я не поняла, что хотел сказать автор «Серебреников». Автор не «Серебреников», а «Арабов». Что он хотел сказать, я сейчас не возьмусь решить. Это надо пересматривать картину. «Арабов» – человек достаточно глубокий и мудрый. И к его высказываниям, особенно, как мне кажется, в лучшем фильме по его сценарию «Чудо», к его высказываниям нужно подходить с должной мерой внимания и осторожности. Мне нравится фильм Гордона по пьесе «У отца огни притона». Нравится ли он вам? Не по пьесе, а по повести? Нет, не нравится. Вопрос касается творства Квентина Тарантина. Первые фильмы были, несмотря на нравственную спорность, великолепные. А последние «Джанго» берет закрученным сюжетом, а «Омерзительная восьмерка» – просто ужасно неприятный фильм. С чем это связано? Не знаю, приятный или нет. Мне кажется, что «Омерзительная восьмерка» – интересная довольно картина. Такая обманка. «Джанго» мне нравится больше всего. Потому что это фильм о чмошности зла, о жалкости зла. А я люблю эту тему. Спасибо и вам. С детства читаю все без разбора. Это, скорее, физиологическая потребность. Недавно подумал, что за последние 15 лет в памяти из кучи прочитанного отложилось. «Ложиться мгла на старые ступени» Чудакова, «Лягушки Орлова», «Романы и повести Иванова», «Свечка Золотухи». Это из родных. Из чуждых благоволителен целит. Как вы относитесь к этим книжкам и что еще из современной литературы можете порекомендовать? Я совершенно не понимаю, что находят люди в романе «Ложиться мгла на старые ступени». Я понимаю, что это хороший роман хорошего человека о хороших людях, но моей душе он не говорит абсолютно ничего. «Лягушки Орлова» не самый сильный его текст. Я гораздо больше люблю шеврикуку, аптекаря и альтиста. Хотя самого Орлова знал и любил. Алексей Иванов замечательный писатель. «Свечка Золотухи» мне всегда казалась шедевром. Что из современной литературы могу порекомендовать? Я, собственно говоря, этими рекомендациями занимаюсь на протяжении всей программы, но я не очень знаю, есть ли какая-то современная литература. Проблема в том, понимаете, что сейчас происходит масса всего. Вот возьмите историю с псковскими школьниками. Но русская литература с потрясающим упорством проходит мимо таких тем, из которых Капота сделал бы великий документальный роман. Или Том Вульф, например. Просто, понимаете, сюжеты великие валяются под ногами. Но мы за это не беремся, даже я за это не возьмусь. Просто потому, что такой текст требовал бы слишком масштабных обобщений. Не то, чтобы не прошло еще время, но просто мы их боимся. Потому что сделать эти обобщения – это значит и самого себя упрекнуть в бездействии, в некотором смешении нравственных ориентиров, в некотором их смещении, я бы сказал. Поэтому сегодняшняя российская литература пребывает в таком бездействии, я бы рискнул сказать, в параличе. Я, страшно сказать, за последний год не прочитал почти ни одного современного текста, который бы заставил меня, не скажу восхититься, но заинтересоваться, который бы был для меня каким-то шоком или который бы мне объяснил происходящее. То есть, с современности русская литература не трогает вовсе. А если трогает, то у него получается филетон, чаще всего. Это связано, еще раз говорю, с тем, видимо, что грядут великие перемены, грядут они довольно быстро, и писать роман сегодня то же самое, что перед наводнением мыть полы. Наверное, мы когда-нибудь что-то такое прочтем, но сегодняшняя реальность слишком быстро уйдет. В одном из своих текстов Веллер негативно высказался о Данииле Гранине. Я мнение Веллера уважаю, но в данном вопросе с ними согласен. Какое отношение Гранина у вас? Ну, видите ли, Веллер имеет в виду здесь что? Как мне представляется, я не толкователь его текстов, но мне кажется, что с точки зрения Веллера, Гранин слишком эстетически и политически нейтрален. То есть, он не является собой такого радикализма. Но, может быть, именно в силу этой нейтральности он и оказался таким долгожителем, дай бог ему 100 лет и более, потому что он действительно, как и герой его повести «Эта странная жизнь», удивительно расчетлив. Расчетлив в хорошем смысле. Он действительно держит очень точно нейтральную линию, но, может быть, в том, чтобы держаться здравого смысла, есть определенный героизм в стране таких крайностей, как наша. Поэтому ничего особенно плохого я, крайне сказать, не могу. Ничего особенно восторженного тоже, но у него есть некоторые тексты, которые заслуживают, безусловно, внимания. В первую очередь, это повесть «Место для памятникова», второй – «Однофамилец», а в третью, как мне кажется, все-таки картина. Роман, очень нашумевший в 80-е годы. Дмитрий Ройкович, сегодня от меня добрые ночи, сегодня от меня злые вопросы. Ну, Максим Викторович, всегда, пожалуйста. Почему, когда дерьмовый человек умирает, принято не вспоминать плохое и даже прощать? С чего вдруг смерть какой-нибудь сволочи должна все списывать? Как вы считаете? Да не должна она ничего списывать. И как раз, мне кажется, что в последнее время такая условность, как «О мертвых или хорошо, или ничего», хотя в оригинале ничего, кроме правды, она как-то сильно потеснена. Политкорректности больше нет. То есть, ну, ее не действует больше. Политкорректность не только в Америке, а в России она и никогда особо не действовала. Достаточно вспомнить нашу традицию язвительных эпитафий. Вспомните, как Чучев проводил Николая I. «Не Богу ты служил, и не России, и служил еще и те свои, и все дела твои добрые, и злые. Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицидей». А у нас как-то не принято было хранить со слишком уж пиететом, подчеркнутым. Наоборот, есть замечательная русская пословица «Помер Максим и, собственно, хрен с ним». Поэтому я не думаю, что смерть все списывает. Просто, понимаете, покойник не может возразить. Он довольно-таки беззащитен, поэтому пинать дохлого льва или дохлую крысу – это не очень почтенное занятие. Но, в принципе, есть и у меня случаи, когда я не могу себе отказать в удовольствии злым словом помянуть особенно противного покойника. Конечно, я осознаю, что это грех. Но грех простительный. Эти люди, переживи они меня, тоже бы не очень, знаете, затруднялись в выборе выражения. Чехов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Блок, Маяковский. И это ведь не только литературная история. Это история о том, что столько гениев не достигли вершины, не дожили до мудрости. Хотя вы можете не соглашаться, но все-таки почему так много потерь? Роги, генетическая несовместимая жизнь. Ну, видите, не дожили до мудрости – это все-таки сказано сильно. Мне выражается сильно российский народ. Мне кажется, что они дожили до нее очень рано. А некоторые, как Лермонтов или, например, Рембо, мне кажется, они повзрослели рано и увяли до срока. Именно поэтому. Когда-то Лев Лосев искал весьма ценную мысль о том, что гений – это прежде всего скорость развития. Поэтому гений обычно к 40 годам – это духовный и физически изношенный человек. Пушкин прожил огромную жизнь. Лидия Гинсбург писала о том, что Блок в 41 прожил по интенсивности добрых 80. И когда кто-то сравнил его с другим своим 40-летним знакомым, она совершенно справедливо сражает. Качество жизни – другое. Поэтому плотность жизни, страшная плотность, быстрота роста Маяковского, который своего потолка достиг в 15-м году, когда написал облака в штанах, у Лермонтова, который к 25 годам был лучшим русским лирическим поэтом 19 века, с Пушкиным вполне сопоставимым. Гоголь, который, согласно исследованию Чижа, к 40 годам тоже достиг фактической и физической старости. Это, как раз, мне кажется, они дожили до мудрости слишком рано. И почему мы думаем, это, мне кажется, что это какое-то самоутешение, что старость – это обязательно мудрость. Старость – это очень часто усталость, это примирение, конформизм. Поэтому я сам же все чувствую, все-таки мне полсиник на будущий год, если доживем. Я чувствую, что я научился примиряться со слишком большим количеством вещей. Мне как-то жаль моего молодого, но он конформизма. И я думаю, что старость, ну, правда, я глупее был, говоря, чем сейчас. И многие вещи я видел, может быть, слишком близко. Сейчас, с временной дистанции, кое-что становится понятно. Но, по моим ощущениям, старость – это не синоним мудрости. Старость – это синоним примиренности. И Маяковский, когда говорил, «Надеюсь, веру и вовеки не придет ко мне позорное благоразумие», он не ошибся. У немецкой классической литературы и философии есть прямая связь с музыкой. А у нашей литературы с чем связь? То есть, я думаю, с кинематографом. Русская литература всегда была очень кинематографична, по-хорошему, сценична, театральна. Посмотрите, какие мощные такие именно кинематографические, в докинематографическую эпоху прозрения у Достоевского. Например, вот «Ненавистная на бок вода» и мне не особенно приятная сцена, когда убийца и проститутка вместе читают в Евангелии о воскрешении Лазаря. Это просто готовый сценарий. Это прекрасная такая мощная кинематографическая панорама. Или возьмите... А я просто вижу, как камера панорамирует там по стенам эти тени, этот джедедамовый платок, которым она его накрывает, как на исповеди Петрохилью. Такой очень кинематографичный жест. Мне кажется, что и в «Войне и мире» множество именно кинематографических эпизодов. С чем это связано? С тем, что русская литература очень молодая. И она имеет дело с читателем, еще не воспитанным, не прожившим восемь веков светской культуры. И с этим читателем надо обращаться довольно грубо, брать его за шкирку и тащить. Поэтому мне кажется, что большая часть русских художественных текстов, она в некотором смысле даже плакатна. В этом смысле выделяется, пожалуй, Тургеневка, у которого все на полутонах. А вот Толстой – это действительно орудует лопатой и, по слову, не шифлосовствует топором. Даже у Чехова очень резкие, очень грубые краски, особенно в поздних сочинениях. Возьмите палату номер 6, какой густой колорит, какой зловоний. Так что мне кажется, что русская литература – это неисчерпаемый кладезь кинематографических сюжетов. Почему вы не позволяете себе и нам обсуждать ваши книги? Из скромности, Максим, клянусь, исключительно из скромности. Но если хотите, обсуждайте. Я всегда на Дмебыках, Собаке, Яндекс.Ру отвечаю на эти вопросы. В фильме Теренса Марика «Пустошь и девушка вдохновляет юношу жестокие и бездумные убийства». Что режиссер хотел сказать, почему эта картина завораживает? Ну, видите, конечно, не девушка вдохновляет там юношу. Я «Пустошь» очень люблю. Мне кажется, что два лучших фильма «Малека» – это «Пустошь» и «Время жатвы». И все остальное, что было потом, включая тонкую красную линию, по-моему, все-таки некоторый распад формы. «Пустошь» – это один из моих любимых фильмов. Вот эти пустынные земли, «Холлоу Граундс», насколько я помню. Видите, какая вещь. Вот эта история очень похожа на то, что произошло в Обскове. Это даже не гормональный бунт. Это подростковая пустотность, подростковая неопытность страшная, отсутствие сопереживания, непонимание того, что другой человек может испытывать боль, желание славы. И я не оправдываю, скажем, Катю Власову и Дениса Муравьёва. Потому что они убили собаку, выстроили в бедро Катиной матери, стреляли по милицейской машине, не зная, достоверно, есть ли там люди. Они не то, что свою, они и чужую жизнь не больно-то ценят. И вот об этой страшной пустотности снял «Малек» свою картину. Это подлинная история, кстати говоря. И обратите внимание, что девушка-то не была приговорена к смертной казни. Она отсидела и вышла, и где-то сейчас живёт, скрываясь таинств. Она жива до сих пор. А вот что касается этого мальчика, который, собственно, убивал, и который гордился убийством, который после смерти завещал исследовать свой мозг, это как раз классический пример человека, который или в силу молодости, или, бывает, в силу врождённой этической неразборчивости, начисто лишён нравственного чувства. Такие люди бывают. Вот этот психический феномен, то, как функционирует в чистом виде, лишённый телесного верха, разнузданный телесный низ, которому хочется убивать, совокупляться, как бы обладать миром, вот это «Малек» и снял. Снял очень убедительно. Это подростковый комплекс, довольно частый. И, кстати говоря, история Бонни и Клайда об этом же самом, потому что её могучий эротический подтекст, он здесь же. Соседство смерти, соседство риска постоянное. И всё это на фоне любви, хотя есть такая версия, что между Бонни и Клайдом вообще ничего не было, поскольку Клайв Баркер был гомосексуалистом. Но это отдельная тема, не самая интересная. «Пустоши» – это фильм о том, как сладостно буйство вот этого телесного низа, лишённого контроля сознания, и как ужасно. Это сухая, выжженная, пустая земля, в которой отсутствуют все человеческие развлечения, поэтому преобладают жвериные. «Пустоши» – сильный фильм, и он даже, я бы сказал, он очень силён изобразительно, прежде всего. Малек же замечательный художник именно, поэтому я меньше люблю его патетические поздние картины, а ранние, мне кажется, отличными. Только что, не отрываясь, прочитала книгу «Шлинка. Чтец». Какое ощущение у вас от этой книги? Не могли бы вы порекомендовать что-то подобное? Знаете, «Чтец» – отдельная долгая тема. Я думаю, что причина интереса к этой книге вот какая. Мы привыкли думать, что культура облагораживает, а ничего подобного. Вы можете быть нацистом и с удивлением и с увлечением читать мировую литературу. Вы можете быть сволочью конченной и интересоваться искусством. Вот, мне кажется, бессилие литературы и полное отсутствие связи, полный разрыв связей между этикой и эстетикой, он составляет сюжет шлинковского романа. Я, может быть, если бы мне, не дай бог, случилось иметь дело с подобным сюжетом, я бы ещё жёстче его решил. Помните, как у Бёрджеса в «Заводном апельсине» герой, садист патологический, обожает слушать классическую музыку? И именно под классическую музыку ему рисуются этому Алексу самые страшные сцены. Всё-таки Бёрджес – музыковед профессиональный и знал, о чём писал. Поэтому интерес садистов к культуре, он имеет ещё и второй резко негативный смысл. Потому что дело в том, что культура, вот что важно, понимаете, она не учит этики. Она может разбудить в человеке и зверя в том числе. Культура, на самом деле, она способствует наиболее полному развитию того, что в вас заложено. Это может быть и зверство. Вот у меня как раз во вторник выйдет в собеседнике интервью большое со Швыдким, где он очень интересно говорит, что ведь именно Арто, скажем, вёл определение «Жестокий театр». Есть тот театр, который возбуждает в человеке зверя. Это пробуждение. Можно его назвать следствием искусства? Да, безусловно. Такой театр тоже есть. Есть театр, который заканчивается выходом на площадь, который заканчивается погромом. Есть, условно говоря, король Убью. Да, вот такая антиэстетика Жорри. И, между прочим, первое представление закончилось погромом. Может это быть? Может, да. Это одна из опасностей искусства. Искусство – это не сиропная водица. Искусство может иногда разбудить человек и зверя. Иначе чего бы нам его бояться? Александр Коняев. В ваших рассуждениях всегда полным-полно общих слов. А хочется конкретики. Александр, я слежу регулярно за тем, что вы пишете на эхе. Я не хочу с вами разговаривать. Ничего ни общих слов, ни конкретных не будет. Сначала научитесь не хамить, научитесь быть деликатным, научитесь быть культурным, терпимым к чужому мнению. Или хотя бы интересным. Понимаете? Тогда мы с вами будем разговаривать. А пока ни общих, ни частных слов, никаких не будет. Не трудитесь ходить на этот форум. Вы здесь не нужны. Вас здесь не надо. Лекцию об Эрихе Марии Ремарке. Попробуем со временем. Не могу никаких давать советов Владимиру Путину в ситуации с Ираком. Не берусь. Я вообще о политике, как вы знаете, не избегаю. Но Ирак тем не моя. В предыдущей беседе вы упомянули о педагогических системах, предлагаемых в фантастике и вообще в литературе. Да, для меня в детстве тоже завораживали мальчишки. Исполнию булочки и мушкетеры. Возвращение. Моя любимая книга. Солидарен с вами, Саша, вполне. Может быть, потому, что это первая книга АБС для меня. Две системы педагогических отношений. Упомянутая система АБС и система Крапивина совершенно иная. Лукьяенко в давних книгах попытался указать на порочность обеих систем, довезя их до абсурда. Но мне трудно придумать что-то лучшее, чем эти интернаты. Только где набрать учителей. И опять вы просите лекцию о Крапивине. Саша, я попробую. Это мне надо очень много всего перечитать, потому что он очень много написал. А что касается разных педагогических систем, я не вижу такого уж принципиального противоречия между педагогической системой Крапивина и Стругацких. Одно меня настораживает. В мире Стругацких довольно гармоничном. Учителя лучшие друзья детей. Взрослые лучшие друзья детей. В мире Крапивина взрослые противопоставлены детям очень резко. Вплоть до сектанства. Вплоть до того, что мир лежит во зле, а вот дети – это такой светлый остров этого мира. Я категорически не разделяю этого подхода. И мне кажется, что... Ну, есть исключения. Например, там, мать генеральша, директриса, колыбельный для брата. Но это именно исключения. Это чудесные частные случаи. В целом, мир Крапивина – это мир чудесных, волшебных детей, романтических мальчишек, главным образом. Девчонки там играют роль второстепенную. И мир жестоких, оглохших духовно взрослых. Ну, при этом я Крапивина очень люблю. Он мне интересен и симпатичен. В журнале «Пионер» я всегда начинал с чтения его сочинений. Особенно я любил, конечно, там «Всадник со станцией Роса» или «Журавленка и молнии». Но это отдельная... Кстати, самая моя любимая вещь – ковер-самолет. Она самая такая, знаете... Ну, она самая сказочная и самая оптимистическая все-таки. Там нет этого страшного мира, который обступает детей, например, в колыбельные для брата. Но все равно я люблю очень этого автора. Может быть, мы когда-нибудь об этом поговорим. Просто мир Стругацких, педагогическую топию Стругацких, она, мне кажется, более здравой. И, понимаете, вот еще какая вещь. Пушкин в своей записке о народном воспитании совершенно правильно говорил, что опыт жизни в семье чаще всего развращает. Лучше, если школа будет отдельным миром. Тут есть свои соблазны, потому что школа тоже может превратиться в секту. Школа может тоже стать монастырем. Разные есть варианты. Но все-таки опыт лицея – это пока самый удачный из бывшихся русских педагогических утопий. Все удачное, что у нас было построено, было построено по образцу лицея. Правда, лицей – носитель бренда власти. А насколько это сегодня реально, я не знаю. Попробуем, подумаем. Насколько вам легко отделять оценку произведений писателя от его поступков? Никогда не отделяю и не думаю, что гений и злодейства дверь вечно совместимы. Вы часто говорите, что СССР генерировал среды, и в этом его позитивная роль. В одной из недавних эфиров Екатерина Шульман тоже говорила о советских средах и сообществах. Уголовных, мафиозных, возникающих при этом не во имя грандиозного замысла, а вокруг идеи чего пожрать. Я мало застал СССР и его среды не помню, но скорее по версии Екатерины, нежели по вашей. Где-то крайне. Ну, каждый видит то, что хочет. Екатерина Шульман видит, где бы пожрать. Я вижу замечательные среды культурные, литературные. Кто где вращался, понимаете, это зависит от личного опыта. Я учился в школе юного журналиста, где вопрос, что бы пожрать не стоял, а были лекции Кравца, Воронкевича, Розенталь к нам захаживал, и обменивались ксероксами замечательных текстов. Я был на радио «Ровесники», в «Совете ровесников», где практически вся современная российская интеллектуальная элита через детскую редакцию радиовещания прошла в диапазоне от, скажем, Андрея Шторха и до Владимира Вишневского. Все это наше. Как там обстояло дело в школе, я не знаю. Но я помню, например, Марка Баринова с его кружком, который работал в Цедрии. Я ребенком туда ходил, и мне было ужасно интересно. Когда мне было, опять-таки, 14 лет, меня мать отвела послушать Пуришева на его семинар по Фаусту. То есть, я в других сферах, видимо, вращался. И потом я вообще предпочитаю видеть в жизни хорошие, какие-то хорошие мотивы. А где бы пожрать? Ну, вы знаете, это не среда. Это, опять-таки, секта. Человек же сам выбирает, что ему любить, что ненавидеть. Что видеть, прежде всего. Как вы считаете, почему любителям литературных аналогий не приходит на ум, что противопоставляет Преображенского и Шарикова, это как противопоставляет Пури его похлебку? Нет, дорогой РВТ. Мне кажется, это он, дорогой Александр Иванович. Мне кажется, что это слишком прагматический взгляд. Преображенский, потому и Преображенский, что он преображает. И что он считает, что мы похлебка Бога? Нет, конечно. У Шарикова есть все шансы стать человеком. Но он не желает им становиться. В общем, вся проблема. Это все-таки вопрос личного выбора, а у похлебки выбора нет. Кто может поручиться за то, что хотел сказать тот или иной автор своего произведения? Никто не может. В этом прелесть лицертроведения. Причем здесь именно сердце собаки? Да вот оно при том, что как раз, понимаете ли, собачье сердце – это сердце рабское, преданное. Не случайно Вайнингер, который, конечно, был одним из настольных писателей Булгакова, мне кажется, совершенно очевидно, потому что вся молодежь 90-х годов рождения зачитывалась полным характером и последними словами. Именно у Вайнингера, у Венингера находим мы мысль о том, что женщина, собака, морская волна – это проявление рабской природы. Собака, она рабыня, потому что она зависит от хозяина. Не случайно Вайнингер всегда преследовал призрак в последние его дни перед самоубийством, преследовал его призрак собачью элла, и ему везде рисовался вот этот вот рабский мир. Ну, конечно, он рехнулся перед смертью. Естественно, я думаю, что он и при жизни-то был не особенно здоров, а уж в последние свои часы и дни это был просто обреченный и душевно больной человек. Последние слова об этом говорят абсолютно наглядно, но, кстати говоря, никто еще не проследил связь между образом собаки у Вайнингера и собачьим сердцем Булгакова. Дарю вам эту тему, потому что самому лень. Мне кажется, что, ну, если вам это интересно, конечно, я небольшой поклонник этой повести, просто мне кажется, что причина-то вся именно в рабском сердце. Шарик хорош, пока он собака, но сделай его человеком, и мы все от него разрыдаемся, конечно. Не проглядывается ли здесь нравственная идентичность Преображенского большого начальника? Ну, что вы все очерняете Преображенского? Преображенский очаровать не человека, персонаж, с которым все симпатии Булгакова, это вам не Персиков. Преображенский именно преображает, это полубог, который поет к берегам священного Нила, любовь его к опере, она тоже в Булгаковской, это автопортрет. Какие вообще претензии можно предъявлять Шариковой собаке с человеческим мужичком и железами? Претензии очень простые, тебе дали человеческий мужичок, а ты пользуешься им для того, чтобы оставаться собакой. Что тут хорошего? Когда ждать ваш новый сборник стихов? 1 декабря он появится, я буду его представлять 20 декабря в Москве, это у меня день рождения, если все доживем, это будет вечер в Центральном доме литераторов, you are welcome, пожалуйста. Каково ваше отношение к Николаю Самохину и Виктору Колупаеву? Ничего не знаю об этих авторах, если хотите, подчитаю с удовольствием. Читали ли вы Аксеновских, Ленд-Лизовских и что о нем думаете? Мне кажется, что Ленд-Лизовский в первой своей части как раз не очень интересный, в ботописательской. А вот незаконченная вторая, где рисуется такая мощная фантастическая история, они, по-моему, сделаны под сильным влиянием Пинченовской агентства Дэдэй, потому что вот все эти молодые гардемарины очень сильно напоминают мне Чамс оф Чанс, которые там вот эти прекрасная команда молодых авантюристов на дирижабле, рыцарей удачи. И вообще, мне кажется, что вторая часть Ленд-Лизовских, вот это такая уже совершенно безумная работа, над которой оборвал так трагический ишемический инсульт, мне кажется, что это была бы великолепная книга, такая чистая авангард. Я помню, как Аксенов при последнем нашем разговоре с радостью говорил, какую я вообще спешу прекрасную книгу вообще, чистая авангард, никакой реальности. Вот это мне очень нравится. Я люблю, когда он летал. Почему? А, да, вот это еще раз пришел второй вопрос. Видели ли вы фильм «Анонимы», что о нем думаете? Думаю, что эта версия неубедительна. Для меня Редлендовская гипотеза наиболее интересна, и, к сожалению, ну, Сидни и Редленд пятый. Ну, тут сложно все, да. Дочь Филиппа Сидни, может быть, она и не участвовала, хотя подозреваю, что участвовала все-таки. Подозреваю, что Редленд мог быть прикосновен к этой теме, хотя Розенкранц и Гильденстерн, его соученики в Паду и там или где, в Италии, мне кажется, они были все-таки достаточно распространенными фамилиями, чтобы все приписывать Редленду. Ну, а с другой стороны, понимаете, «Аноним» мне понравилось тем, что именно он натолкнул меня когда-то на замысел Икса. Вернемся через три минуты. Тут очень интересный вопрос, продолжаем. Значит, почему на работе я сразу тянусь, пишет автор, к какому-то саморазвитию, к интересной книжке, к чему угодно, кроме работы? А когда дома, скажем, после работы или по выходным, вместо того, чтобы читать интересную книжку, прокрастинирую, то есть сплю, занимаюсь ерундой, всякой играю в компьютер и так далее. Это очень понятно. Просто вам на работе неудобно спать и неудобно прокрастинировать. И вам поэтому приходится имитировать какую-то деятельность, читать книжку. Это очень опасная ситуация, скажу вам честно, когда вы на работе не работаете, когда вы имитируете работу. Это плохо и в экономическом смысле, и для страны плохо. Это подтвердение нашей огромной скрытой безработицы, потому что у нас 90% людей работают не по специальности, а специальность получают для того, чтобы получить своеобразную отсрочку от жизни. Или просто не ходить в армию. Я горячо вам сочувствую. Но, знаете, есть и другая точка зрения на эту проблему. Существует такой взгляд, что это количество лентяев, бездельников или прокрастинаторов, оно каким-то образом обеспечивает прочность системы. Как бы парадоксально это ни звучало. У Житинского, которого я всегда цитирую, люблю на него ссылаться, все-таки это мой учитель духовный, у него прекрасный был рассказ у Александра Житинского. Он так и назывался лентяй. На работе работал лентяй. Каждый час он выходил перекурить, прислонялся к стене, стоял и курил. И эти часы перекуров складывались в годы. Однажды его уволили, а на следующий день стена упала. Это, понимаете, не так просто. Очень может быть, что ваша прокрастинация как-то гарантирует России стабильность. Потому что, понимаете, какое дело, спасибо, это ничего не принесли. А проблема ведь в том, что Россия не рассчитана на слишком быстрое движение. Это как тот паровоз, который ходит, знаете, его называют Кукушка. Он ходит по нескольким, значит, одноколейкам, замкнутым в круг, на самом деле. Как тут паровозчик из Ромашкова бежит себе. Стрелки перещелкиваются. Причем, как в рассказе того Житинского стрелочника, совершенно не важно, как вы ее переведете, потому что поезд так или иначе придет в ту же точку. А если он слишком быстро начнет бегать, то и дорога развалится, и он разрушится. Поэтому, может быть, ваша прокрастинация, она не просто так. А как вам литературно-исторические версификации Белковского? Это то, что сегодня вообще на дожде. Я Белковского всегда слушаю с интересом, что бы он ни говорил. Говорят, что любви все возрасты покорны. Дмитрий Львович, возможно, и любовь между мужчиной и девочкой 13-14 лет, или это всегда иллюзия слабости аморализма? Конечно, возможно. Это бывает. То есть, об этом написано Лолита, об этом написано Ромео и Джульетта. Если вы помните, там 14 лет. Правда, как справедливо замечал Тамара Афанасьева, ничем хорошим это не кончилось. Конечно, возможно. Возраст согласия в разных странах и в разных культурах был разным. Вопрос только в одном. Понимаете, мы не говорим сейчас о том, преступно это или нет, педофилия это или нет. Рожумеется по меркам российского законодательства, это педофилия. Подумайте о другом. Вот такое соотношение, как мужчина и девочка, не ломает ли оно две жизни? Вот в чем дело. Очень часто ломает. И ломает именно потому, что есть роковое несоответствие опытов. И Лолита, в конце концов, идти об этом тоже. О том, как страшная пропасть между этими двумя людьми, в конце концов, приводит к гибели обоих. Конечно, для меня Лолита – это роман о России. Он строится в русский мета-роман, в историю Лары, в историю Аксении. Но давайте вспомним, что и с Ларой, и с Аксенией, которые тоже пережили родственное растление, да и с Катюшей Масловой тоже. Ведь, в конце концов, Катюша была воспитанницей неклюдовских теток. Это родственное растление. И все-таки ничего хорошего из этого не вышло. Так что, наверное, то, что человечество обозначило здесь какой-то барьер, наверное, это говорит о каком-то трагическом опыте. И потом, если это любовь, что стоит этой любви подождать 2-3 года? Хотя, я понимаю, что у вас, вероятно, эти мои слова совершенно. Не утешают. Многие люди находят в архаике то, чего во многом лишилась современной цивилизации. Бескорыстие, простоту, романтику. Может, не так, это и плохо. Плохо. Потому что в детстве тоже много прекрасного. Но в падении в детство это все равно путь назад. Это все равно деградация. Архаика очень хороша как инструмент разрушения постмодерна. Как инструмент разрушения постмодернистской иронии. Но обожесклять архаику – это все равно, что обожесклять молоток. Вы можете ею воспользоваться, но жить ею нельзя, конечно. И если вы застрянете в архаике, сбежав из постмодерна, это как справедливо написал один публицист. Вот, не хочу его называть, потому что я с ним часто не согласен, но здесь он совершенно прав. Давайте уйдем от фарисейства либеральных элит и честно выможемся в дерьме. Вот это, мне кажется, как раз то самое. Дальше что-то совершенно непонятное два вопроса. И стихи. Стихи так себе. Значит, поговорим о том, что пришло в письмах. И на этот раз они чрезвычайно многочисленные, чрезвычайно интересные. Простите сразу за то, что я отвечаю на них. Чрезвычайно кратко и выборочно, но у нас еще должно остаться время на лекцию. Когда вы приходите ночью в эфир, у вас чрезвычайно усталый вид, берегите себя. Он не всегда усталый, но сегодня есть от чего быть усталым. Сегодня я все дал три урока, записал две колонки, две колонки написал. Сейчас вот пришел сюда, нормально. Ну, завтра у меня четыре урока, потом я иду в Тверь читать лекции. То есть, не лекции, а вечер стихов. Спасибо большое. Тут меня уже из Твери поприветствовали. Да, завтра там творческий вечер будет. Действительно, приходите все желающие. Волшебное слово один к вашим услугам. Ну, а чего слишком много отдыхать-то, ребята? Ну, в гробу належимся. Ваша еда. В книге Натана Эдельмана «Грани веков» император Павел значительно незаурядный. Правитель, окруженный конформистами и предателями. Почему Эдельман заинтересовал этот сюжет? И почему Вася Соловьеву эту книгу увлеченно читает Крымов? Ответ очень простой. Потому что Асса, она как раз о том самом парадоксе, когда в России все решает эпоха, а не герой. Герой может быть в школе годно талантлив. Но он родился не вовремя. Павел I мог бы стать великим реформатором, а стал представителем великого абсурда. И жертвой этого абсурда. И отсюда его дикие припадки бешенства. Кстати, как и у Ленина в последние годы. Человек чувствует, что он все может и понимает, а вокруг вязкая эпоха, не дающая действовать. Я думаю, что в конечном итоге Павла I это и привело к душевной болезни. Это страшное ощущение. Я обожаю ностальгию Тарковского, но мне кажется, что я ее не понимаю. Да, такое часто бывает. На самом деле, может быть, чем лучше иногда, чем загадочнее вещь, тем меньше в ней рациональном. Мне кажется, как раз ностальгия – самый слабый фильм Тарковского. Я ее понимаю и не люблю. Вот ровно противоположные ситуации. Хотя там есть гениальные куски, как везде. Мне кажется, великий фильм – это жертвоприношение. Вот там есть обещание нового Тарковского. Рассматриваю недавнее интервью Венедиктов. Какая прелесть. Люблю обсудить начальство. Резко впечатлила фраза, как говорил когда-то мой друг Владислав Юрьевич Сурков. Проверился в гугле и обнаружил, что эту фразу с 2007 года, а может и ранее, Венедиктов произносит регулярно. Вдогонку случайно прочитал в произведении Горького Ленина, насколько убедительны были выступления Ленина. Ну, имея в виду, что Ленин тоже как бы друг. Как вы думаете, что нам хочется сказать профессиональнейший журналист Венедиктов? Да я думаю, ровно то и хочет сказать, что говорит. Он хочет подчеркнуть, что у него есть друзья в разных сферах жизни. И что его политические взгляды не мешают ему дружить с разными информаторами. Это правильный поступок. А обсуждать это я не берусь, по большому счету. Мне это, понимаете... Ну, вот как вам сказать. Я обычно, если уж рву с людьми, то даже как информаторов я их не рассматриваю. Мы просто перестаем общаться наглухо. Я не понимаю, как мог бы я сегодня дружить с моими когда-тошними приятелями, которых развел со мной Крым. Мне это непонятно. Я не могу через какие-то вещи переступить. А есть у меня друзья, которые совершенно спокойно общаются и со мной, и вот с этим таким крайне правым российским крылом. Да, условно говоря, с публицистами межуевских известий, которые называют себя великими известиями. Да, такой клуб правых интеллектуалов. Таких правых яйцеголовок, как говорят про Ханов. Я не могу с ними дружить. Мне противно. Ну, а кому-то не противно. Я, например, очень счастлив, что Алексей Алексеевич получает информацию отовсюду. Собирает мед со всех цветов. Даже из самых, на мой взгляд, неблагоуханных. Кто-то же должен с ними дружить. Понимаете? Рассказ Владимира Зазубрина. Щепка о тяжелой работе палачей-чекистов. Трор тонет в производственной рутине. Как долго люди выдерживали этот эксперимент на человеческой природе. Ну, Андрей, видите ли, Щепка, во-первых, не рассказ. Во-вторых, она не совсем про это. Щепка – это про то, как человек в этой работе не в рутине тонет. Наоборот. А как человеческое в нем, в конце концов, бунтует. Как он сходит с ума. Вот об этом история. Об этом же, кстати говоря, по мотивам Щепки, снят фильм «Рогушки на чекист», который, на мой взгляд, слишком красив, слишком тонет в садомазохизме. Вообще-то, конечно, Щепка – это история о том, как человек, вместо того, чтобы стать профессиональным палачом, в конце концов, пусть парадоксальным образом, пусть явно недостаточно, но все-таки бунтует. Невозможно превратить его в автоматического убийцу. Две сильных вещи написаны об этих подвальных расстрелах, об этом терроре. Вы, конечно, понимаете, какую я назову вторую. Уже написан Вертер. Мне кажется, что эта катаевская вещь довольно сильная, хотя многие не любят ее. Щепка вообще очень сильная проза. Я считаю, что Зазубрин – великий писатель. И, кстати говоря, и Горький также считал. «Нравится ли вам фильм «Окно в Париж»?» Когда-то очень нравился, с тех пор я давно не пересмотрел, но сейчас мне это кажется каким-то немножко наивным. Вообще, я Мамина очень люблю. Чем покорить современного читателя? Ну, знаете, знал бы, давно бы покорил, но я пытаюсь, кстати, это делать. Мне кажется, покорить его можно только одним. Абсолютно честным и трезвым осмыслением сегодняшнего дня. Такого романа, большого романа на современном материале, который был бы чужд идеологической повестке и рассматривал бы происходящий сегодня как антропологическую проблему. Такого романа нет. Последняя книга, такая, на мой взгляд, именно антропологическая – это «Волны гость ветер». Попытка написать сегодня об этом антропологическом расслоении, причем деление проходит вовсе не по линии левой и правой. Вот это было бы очень интересно. Интересно было бы сегодня написать хороший школьный роман. Потому что все, что произошло в Пскове, мы наблюдаем в каждой школе, только в очень пока еще смягченной форме. Люди, которые не видят смысла, не видят ценности, ни собственной жизни, ни чужой, это такое же следствие происходящего, как и появление новых, удивительно эмпатичных, удивительно проникновенных, глубоких новых людей. Это вот та вторая ветка, о которой я говорил. Люди сериального плана, которые живут как бы в сериале. И для них цитировать сериал «Норма» и посмотрите, они все время говорят цитатами из «Попсы», эти дети, в своих эфирах, когда они выходят в перископ. Это страшная довольно проблема. Вот напишите про них, будет интересно. Читали ли вы искренне ваш Шурик, что о нем думаете? Ничего особенно хорошего не думаю, к сожалению. Я очень люблю Людмилу Евгеньевну Улицкую, мне очень нравятся ее лучшие, на мой взгляд, ранние вещи, девочки в первую очередь, Медеи и ее дети. Мне очень интересен Даниэль Штайн, многое мне нравится в «Зеленом шатре», интересная, безусловно, ее публицистическая деятельность весьма, но вот искренне ваш Шурик и «Веселые похороны» это вот те тексты, которые мне кажутся более близкими к попсе, если угодно. Хотя, может быть, я чего-то не допоминаю. А больше всего я люблю Казовского Кукотского. А больше всего в Казовске Кукотского вторую часть, вот эту сюрреалистическую. Читали ли вы книгу Рабичева «Война все спишет»? Да, конечно. А как многообразие документальной литературы отличить правдивые книги от лживых? Знаете, вот страшную вещь, надо сказать, я тоже не уверен, что у Рабичева все правда. Мне кажется, он довольно субъективен, но я могу отличить. Просто, понимаете, ведь чувство правды, чувство подлинности, оно у нас у всех абсолютно точно есть. Есть ли что-то происходящее? А логично, сюрреалистично, значит, это правда. Если слишком логично, значит, здесь подгонка. А в книге Рабичева и в книге воспоминаний сотрудника Эрмитажа Никулина, знаменитой тоже книге, есть то ощущение ужаса и та иррациональность, которая для меня есть метка правды. Если страшнее, чем можно придумать, то это Бог. Как вы оцениваете фильм за Феррелли «Бесконечная любовь»? Посоветуете ли вы его подросткам? Я не видел эту картину. Я вообще достаточно плохо, к сожалению, знаю итальянский кинематограф, кроме моего любимого режиссера Джусеппа Тернаторе. Что вы думаете про фильм Бергмана «Стыд», где герой Фонзюдова прячет от мира свою вытишненную агрессию? Сначала боится убить курицу, а потом убивает молодого человека за хорошую обувь. Но пока он был добрым, он был пугливым и неуверенным, а когда стал злым, сразу почувствовал свободу и легкость бытия. Но я думаю, что это не бергмановская тема, это, собственно говоря, Джекель и Хайд. Да, действительно, выход Хайда это всегда почти сопряжено с оргазмом, с восторгом, с греховной радостью. Поэтому для меня это ну, как серьезная моральная проблема. Серьезная и трагическая. Сейчас я пробую просто открыть остальные вопросы. Не планируете вы лекцию для подростков о девочках-трикстерах, сейчас о маленькой разбойнице и снежной королеве и так далее? Юр, я думаю над этим. Ну, Джин Луиза, конечно, Глазастик Финч, она не трикстер, она совсем другой случай и с Пеппи Длинный Чулок она ничего общего не имеет, на мой взгляд. Но вообще то, что вы написали вот о девочках-трикстерах, это интересно, это не обязательно девочки, это такие персонажи детской литературы, на которых большим мастером была Астрид Линдгрен. Ну, кстати, и Шнус Мумри, Куту Вьянсен из этой породы, это трикстер в том смысле, который я традиционно в это вкладываю, который, кстати, Липовецкий вкладывал, это герой плутовских романов. Карлсон, классический плут такой, да? А почему я это люблю и почему это интересно? Потому что ребенок в трикстере остро нуждается по двум причинам. Во-первых, совершенно прав Липовецкий, говоря о том, что трикстер носитель модерна. Он всегда модернизирует мир, усложняет его, ведет куда-то, указывает разные перспективы. Да, трикстер это всегда, ну, если угодно, такой триггер роста, кружок роста, курок, да? Вы чувствуете, что этот курок спусковой, он нажимается и для Томи и Аники, когда они общаются с Пэпи, для малыша, когда у него появляется Карлсон, и для Раснуса, когда в его жизни появляется настоящий, более серьезный бродяга, обучающий его жизни. Да, наверное, вот это. И есть вторая причина, понимаете, вот странную вещь скажу, но по отношению к трикстеру ребенок выступает морализатором, таким носителем морали, и по сравнению вот с этим довольно безбашенным персонажем, ему полезно ощутить в себе некоторую моральность. Ну, вот помните, как Карлсон, да? Малыш, конечно, воспитывается им, но вместе с тем, обратите внимание, он же и воспитывает его. Помните, когда они едят орехи, и малыш выбирает меньше ореха, Карлсон хватает большей, а малыш ему говорит, вот можешь быть уверен, Карлсон, если бы мне пришлось выбирать, я выбрал бы меньше. Карлсон говорит, да что ж ты огорчаешься, он же тебе и достался. Вот, Карлсон, он аморальный тип, вот в чем все дело. А малыш, это, ну, будем считать, что Карлсон не вымышленное лицо, хотя я абсолютно уверен, что это результат подростковой галлюцинации, игра одинокого мальчика в вымышленного друга, но и то Миянника, которые обучают Пэйпи, есть вилкой, и они руками, и малыш, и отчасти даже маленький Расмус, это их шанс проявить моральность по отношению к безбашенному другу. И вот за такую моральность я выступаю всей душой. Конечно, Карлсон многому научил малыша, и в том числе пакостям, но и, надо сказать, малыш кое-чему научил Карлсона, и поэтому я за то, чтобы в жизни ребенка такой трикстер был, потому что этот трикстер его немножко возвращает к родительским заповедям и показывает одновременно и жалкость этих заповедей, и какую-то их полезность, скажем так. Подскажите современных поэтов, формотворчеству которых вы могли посоветовать как образец. Мне очень нравятся баллады Андрея Добрынина, замечательного поэта, одного из моих любимых. Мне интересно все, что пишет Олег Хлебников. Ему в этом году исполнилось 60, вот недавно совсем я его в пользу и случаем поздравляю, потому что вот у Хлебников есть тот унаследованный Маслуцкого и у учителя пафос прямого высказывания, который вообще очень даже небессмысленный. Инна Кабыш замечательный форматворец, особенно в своих поэтических пьесах, и я вообще ее люблю весьма. Баллады, опять-таки фабульные стихи Марии Галиной мне кажутся очень интересными. А много есть, много есть хороших авторов и грехов, так сказать, сейчас. Из тех, кого я знаю и совсем новых, из тех, которых просто раньше не было. Мне достаточно интересно то, что делает Дина Бурачевская. Она работает на пересечении детской поэзии и взрослой. Иногда это такая квазинаивность, а иногда, наоборот, такая замечательная тоже чистота высказывания такое совершенно лобовое. Нет, Дина, она большой молодец, она мне симпатична очень. Знаю, что вы не любите Уотхауза, но ваше высказывание о нем мне не очень понятно. Ну, что тут подробно говорить? Я не вижу там особых оснований для дискуссии. Мне кажется, что это пустовато. Мне кажется, что это многословно, недостаточно смешно, в доброту эту я не верю. Ну, как-то, мне кажется, это игры какие-то детские. У Циолковского есть маленький текст, это опять пишет любимый Юра Плевак. Спасибо вам, Юра, за неизменно содержательную переписку. Маленький текст. Какой тип школы желателен? Настоящая школа должна быть общежитие. Главная цель школы научиться жить, то есть уметь добывать необходимое. Учить может всякий желающий, нашедший учеников. Дурные плоды от школы будут преследоваться. Творческая деятельность не может быть предметом школы, но орудия и благоприятные условия для нее могут поставляться в собственном и так далее. Как вам такая смесь и почему советскую школу не создали по принципу казарм? Юра, а почему по принципу казарма? Во-первых, советскую школу по этому принципу создавали. Возьмите Макаренко. Во-вторых, это не обязательно казарма. Общежитие, вот это главное, понимаете? Общежитие, это и монастырь в некоторых случаях, и коммуна, художников, например, и казарма. Есть разные варианты. И лицей. И лицей что, казарма, что ли? Я верю в такое, ну, в такой Хогвартс, если хотите, в творческое содружество. Просто для того, чтобы Хогвартс существовал, там должны учить колдовству, должны преподавать защиту от темных искусств, разную магию и так далее. Школа должна быть волшебной, чтобы не быть казармой. Но над этим надо думать. Просто не надо сразу отметать эту возможность. Наша страна сейчас больна. Нам страшно действовать ради нее. Может просто наблюдать и учиться. Знаете, пока вы будете наблюдать и учиться, боюсь, будет поздно. А действовать надо. Только надо знать, как действовать. Сейчас, прежде всего, конечно, право надо наблюдать. Но мне кажется, что и действовать тоже нужно. То есть, когда вы видите явную несправедливость, надо как-то пытаться об этом по крайней мере сказать. Подростки без жалости это социопаты. Психическая болезнь со временем не проходит, но поддается корректировать. Нет, она проходит. Ну, вы знаете, всякая социопатия проходит, в общем. Только ее надо лечить. Социопатия, она же все-таки имеет корень социума, в том числе. Тут и общество немножко миновато. Я тоже в последнее время, знаете, я вам честно скажу совершенно, я вообще как-то привык в этих эфирах может быть откровенничать больше, чем надо, и сама ночная обстановка к этому располагает. Я сам ловлю себя на некоторой социофобии. То есть, мне в последнее время не очень хочется общаться с людьми. Разговаривать с ними мне не очень нужно. Мне чаще всего не о чем разговаривать. И я, попадая в общество какое-то, не могу поддерживать разговоры на общую тему, потому что круг вопросов, интересующих меня, узок, и даст узок круг этих революционеров страшно далеки они от народа, а говорить на тему общей, там, обсуждать сериал «Каинственная страсть» или перспективы Трампа, ну, как-то мне довольно скучно. Я общаюсь очень тесно, действительно, очень тесно, на очень серьезные темы с очень небольшим кругом литью. Я думаю, это нормально. И социопатия сегодня, я рискнул бы сказать, что это норма, потому что и общество больно. То, что происходило с этими подростками, как это не ужасно, это почти нормально. Их не научили чувствовать чужую боль, но это от того, что никто не чувствовал их боли. Там же, я не знаю, как в семье у мальчика, они оба росли с отчами, но в семье у девочки явно было неблагополучно, потому что поколачивать довольно взрослую девочку-подростка за то, что она где-то заночевала, неправильно. Это унизительно, особенно в присутствии ее кавалеры. Это совсем неправильно. Я думаю, что когда они говорят, вы сломали мою психику и жизнь, они выражаются сериальной мовой, сериальным арго, но какая-то правда за этим стоит, безусловно. Я против того, чтобы их обожеслять, я против того, чтобы их объявлять генетическим мусором. Вот и то, и то. Я небольшой любитель Селина, но как раз его книги замечательно демонстрируют то, как человек примеряется с мерзостью. Я знаю, что и вы его не любите, но расскажите о нем подробно. Дим, я расскажу когда-нибудь, но я, понимаете, все-таки не понимаю, на чем основана слава Селина. Мне кажется, он довольно сентиментальный автор, сентиментальный прежде всего по отношению к себе. Ничего там нет особенно интересного. Сейчас опять показывают Клима Самгина. Вы можете определить, чем неприятен этот фильм при всей сильной игре ведущих актеров. Но, знаете, это такое глотание гранаты. Это действительно неприятная книга, потому что начинаешь к самому себе не больно хорошо относиться. Самгин, это ведь не просто Ходосевич. Самгин, это тип интеллигента, который есть в каждом, который есть в вас и во мне. Это человек, который понимает, что универсально привлекательна только пустота, пустотность. И он в этой замечательной тексту Жалковского о пустотности есть у него в сборнике «Осторожно, треножник». Мы вчитываем туда свои смыслы. Человек, который умеет вести себя высокомерно, всегда сходит за правого, он, конечно, омерзителен. И Руденский, надо сказать, замечательно это сыграл. А еще неприятен этот фильм и эта книга прежде всего к книге тем, что большинство героев не видны глазами Самгина, а Самгин видит в людях в основном омерзительное. Брезгливый такой взгляд. В 77-м году вся Москва зачитывалась «Бессонница и Крона». Планируется лекция об этом романе в цикле «Стопник на дождя». Я точно знаю, что 78-й год это «Алмазный мой венец», а в 77-м почему? Можно и сделать, наверное, «Крона». Я, когда прочел «Бессонницу», очень нехарактерный для «Крона» роман, он же такой писатель морской темы, как бы это роман о конформизме, о научной среде, о фальше научных карьер и так далее. Ну, почему им зачитывались? Потому, что это было такое, ну, первое, знаете, было вот два фильма, точнее, два явления культуры. Фильм ностальгия литургия Ланского и «Бессонница Крона». Они вышли почти одновременно, ну, как там, литургия, насколько я помню, 81-й год, а «Бессонница» 77-й. А герой Мехкова в литургии как бы впадает в нравственную литургию, а герой Крона как раз пробуждается от нее и мучается такой нравственной бессонницей, подвергая ревизии свою жизнь. Но тема была одна, конформизм, примиренчество, фальшь. И эти два диагноза были еще верны. Кстати говоря, вы знаете, что большинство серьезных заболеваний, особенно психических, начинается с расстройства сна. И бессонница и литургия это два одинаково опасных расстройства, две ужасных крайности. Может быть, вы и правы, может быть, о бессоннице Крона стоило бы поговорить. Как вы относитесь к явлению двумыслия у многих верующих людей в нашей стране? Говорят, я верю в Бога, а дальше у всех одинаковые суждения. Вечная жизнь отлично, будь смиренным, подставляй вторую щеку, просить у Бога здоровья, счастья, спасения очень хорошо, а вот не заниматься добрачным сексом, ну уж нет. Освещать яйца и куличи, да, а соблюдать пост, ну понятно, о чем вы говорите. То есть, это не двумыслия, а просто вера в удобных пределах. Человек готов верить там, где это не ущемляет его комфорта. Знаете, я вообще к соблюдению формальности насчет добрачного секса или соблюдения поста, к сожалению, я отношусь тоже довольно скептически. Я не думаю, что человек за этот счет улучшается. Это показатель известной самодисциплины, конечно. Но, как сказал один мой знакомый замечательный поп, если ты во время поста все думаешь о куске колбасы, а не о грехе, так уж Бог с тобой съест этот кусок колбасы, а потом думай о душе. Вот, спасибо за уточнение от Юрия, литургия, 83-й год, да. Ну, видите, в любом случае время застойное не так уж и сильно различается, оно вязкое, что 77-й, что 83-й. Принципиальной разницы я не ощущал, только помнил, что 83-м все стало чуточку откровением. Не кажется ли вам, что трагедия Динары Осановой и ее актеров из подростков, там посткиношных трагедий ужасных было много, в том, что она вопросов задала, ответов не было. Саша, это блестящий вопрос, потому что, понимаете, в чем проблема большинства так называемых примеров кинематографа морального непокоя в Польше, ну, и в России тоже, в СССРЖ тоже было. Дело в том, что на эти вопросы в убогой, уродливой, порочной системе не могло быть ответов. Вот Чендрюков, да, он ставит, казалось бы, неразрешимые нравственные дилеммы, возьмите расплату. Имеет право сын алкоголика застрелить с дружья этого алкоголика, если он мучает и мать его самого. Во вне религиозном обществе бессмысленно задавать такие вопросы. Да и вообще вопрос о смысле жизни ставить в социалистические времена неправильно, потому что там редуцирована огромная сфера духовной жизни. Да, у Динара Асановой тоже была та же проблема. Большинство ее картин и жена ушла, и милый, и дорогой, и пацаны, да, они ставят нравственные вопросы в условиях, где практически невозможно дать ответ, потому что ответ находится в табуированной сфере. И не случайно Тендряков все-таки написал покушение на миражи, где высказал главную свою мысль, без христианства история человечества не складывается. Не важно есть Бог или нет, важно, что такое учение как христианство обязано было появиться, потому что без него истории нет, без него человечество в ней исторично. Пастернакская такая мысль. Я думаю, кстати говоря, что единственный фильм Динара Асановой, где содержится правильно поставленный вопрос и вполне четкий ответ. Это очень глубокая картина по великому сценарию Георгия Полонского «Ключ без права передачи». Она же драма из-за лерики. Мне кажется, что вот там, где поставлен вопрос об учителе как сектанте, который собирает вокруг себя кружок единомышленников и тем морально уродует их, ужасно, да, но прав оказывается вот этот директор в роли Петренко. Будничный, толстый, подчеркнуто неэстетичный человек. Это интересно. Мне кажется, что здесь есть о чем говорить. А вообще в больное время не может быть здорового искусства. нам надо переходить к лекциям, но такое количество вопросов увлекательных, что я не могу оторваться. Почему у многих людей в России встречается проявление ксенофобии? Ответ очень простой, потому что им это приятно, им это нравится. Безнаказанная злоба под красивым предлогом ненависть к чужим, которые мешают развиваться своим, на самом деле они никому не мешают, но это просто такой вечный предлог. Может ли самодостаточный человек чувствовать одиночество? Конечно. А может ли умный человек чувствовать печаль? Конечно, может. Он понимает очень хорошо эту причину своего одиночества, но не перестает от этого печаль чувствовать? Понимаете, вот музыка, написанная на стихи кормильцева, она выпускала из них, делала, скажем, наглядной ту печаль, которую он чувствовал всегда. Человек слишком умный, поэтому одинокий, он постоянно страдал именно от этого одиночества. Я родился с этой занозой, я умираю с ней. И вот эта занудная, нежная, сентиментальная музыка, бутусовская, она выпускала наружу эту тоску. Одинокий человек, он всегда чувствует свое одиночество, вне зависимости от того, самодостаточен он или нет. Наоборот, самодостаточные люди чувствуют это, строго говоря, острее всего. Часто ли вам приходилось себя переделывать? Да постоянно. Но, видите, в таком смысле, я очень люблю фильм Кончаловского «Рай», и очень люблю там мысль, что зло происходит само, для добра нужно усилие. Когда нужно утром вставать в школу, я делаю над собой это усилие, это моя гимнастика. А в главном я себя не переделываю. Я переделываю себя в том, что касается моей лени, моей определенной распущенности, манеры покричать на ближних иногда, это я себя переделываю. А вот, если мне что-то не нравится, здесь я себя не переделываю. И вам не советую. Теперь поговорим о поэтике незаконченного романа. Все незаконченные романы подразделяются на пять групп. Первый незаконченный из-за смерти автора. Это самый очевидный случай, например, ну, Тайная Двинодруда. Вторый незаконченный потому, что история сняла их проблематику. Блоковский роман в стихах Возмездия. Помните, в предисловии сказали, не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать после революции, вещь полную революционных предчувствий, я издаю ее в неоконченном виде. Но, правда, он все равно пытался ее закончить. Он последнее, что написал Блок в стихах, это и дверь звенящая балкона, открылась в лип и в сирень, и в синий купол небосклона, и в лень окрестных деревень, трежная блоковская музыка, которая звучит уже как оборванная струна. Июль 21-го года. У меня была как-то идея издать Возмездие как законченную вещь, собрав все наброски, включая прозаические. Но это все равно есть в полном блокском собрании. Третья вещь, которая не может быть закончена. Автор ее начал и понял, что она не может иметь финала. Это Музиль, человек без свойств. Или Музиль. Не знаю, как правильно. Подскажите. Мне кажется, что человек без свойств это замысел, который и не мог иметь кристаллического завершения, и не мог иметь окончательной формы. Человек без свойств это роман без сюжета. И поэтому в нем не может быть начала и конца, и все не может быть сведено воедино. Четвертый случай. Сознательная незавершенность или сознательная фрагментированность. Незаконченный роман Шпаликова. Ну, он напечатан почти целиком, и там названия глав, и времена, и цитаты, и эпиграфы, они сознательно перепутаны. Шпаликов не мог написать законченную вещь, она отражает в некотором смысле хаос его сознания, потому что здесь она принципиально не может быть закончена именно потому, что эпоха, о которой идет речь, переломна, и проблема заключается в том, что как бы это сказать, ну, если бы он написал законченную вещь, она не отразила бы его бытия в полной мере. А так перед нами нормальный хаос. Ну, как незаконченная симфония, ее же не надо заканчивать, хотя Антон Сафронов закончил, и говорят, получилось неплохо. Но немного было попыток, но точно так же была попытка написать второй том братьев Карамазовых, об этом когда-то очень смешно написала замечательную статью Елена Иваницкая. Был такой гениальный графоман, который братьев Карамазовых продолжил, но тем не менее это интересно как эксперимент. В принципе, оборванная вещь, она всегда гораздо интереснее. Ну, и пятый случай, на мой взгляд, самый увлекательный, это случай, когда автор настолько перерос свое произведение, не эпоха переросла, а именно автор перерос, что ему принципиально стало неинтересно его заканчивать. Это, например, Егор Абозов, Алексей Толстого. Ну, почему он не стал его дописывать, у меня есть догадка, потому что он начал же его в 13-м году, а потом так получилось, что началась война 14-го года, он поехал на нее военным корреспондентом, и ему такой мелочью, такой ерундой показалась кабара-подземная клюква, да, она же бродячая собака, о котором написан этот роман, что он не стал его заканчивать. Егор Абозов остался великолепным памятником, вот как волна, рассыпавшаяся о берег, столкнувшаяся с какой-то железной или бетонной махиной, так этот роман столкнулся с историей и перестал существовать, хотя сам по себе, сами эти брызги, они, конечно, прекрасны и весьма интересны. Есть шестой случай, как бы под случай, точнее, когда автор не может закончить роман под цензурным соображением, то есть он не может дописать то, что ему хочется, что ему важно. Наиболее наглядный пример это Евгений Онегин. В реконструкции Дьяконова совершенно четко показано, Игорь Дьяконова замечательного мыслителя и филолога, что, собственно, у Пушкина предполагалась трехчастная композиция, вполне симметричная, как он любил, три части по три главы, и, конечно, Татьяна имеет своим главным прототипом, помимо самого Пушкина, имеет, конечно, Марию Волкунскую, Раевскую, и, конечно, речь именно должна идти о том, что толстый этот генерал окажется в декабристах, потому что у Онегина герой явно автору не симпатична, у него не может быть никакого шанса не стать декабристом, не поучаствовать в какой-то из кавказских катавасий, он ни в армию, ни в декабристов, он просто негоден. А ясно совершенно, что путь Татьяны, как и весь роман, он как бы смещается на восток, и Татьяна должна была оказаться женой декабриста. Отсюда и подверстанная десятая глава, на самом деле, часть девятой, славная хроника декабризма. Роман должен был заканчиваться полным моральным поражением Монегина и моральной победой долга отъезда Татьяны вслед за декабристом. Ну, естественно, что касаться декабристской темы Пушкин не мог. зашифровал часть романа «Семнадцать стров», касавшуюся непосредственно декабризма, и оборвал роман на довольно искусственный, как прав на Богов, на мой взгляд, довольно промежуточный и какой-то, даже, я бы сказал, пошловатый сцене, когда в какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен, но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьяны показался. Конечно, Онегин мелкий человек, но все-таки заканчивать историю столь интересную, столь яркую обнаружением его, значит, на коленях в комнате, откуда только что ушла Татьяна, ну, как-то это пошловато. Мне кажется, что там финал задумывался гораздо более глубокий и такой, какой был у Владимира Мотыля в гениальном фильме «Звезда пленниковой счастья». Все заканчивается желтым забором. Красивая история, красивая смерть заканчивается подчеркнуто некрасиво, а строгом. А сверху у меня муж по-французски сказал «Увидимся, Маша, Вастроги». В некотором смысле финал Евгения Онегина дописан Некрасову в бабушкиных записках. Абсолютно пушкинской мощи стихи. «Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято, в подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то». Вот вам финал Онегина настоящий. Значит, что касается великих незаконченных романов. Роман первого типа, роман «Оборванной смертью» автора «Тайны Эдвина Друда» обрел великие черты благодаря тому, что «Тайну Эдвину Друда» никто не знает никогда. Замечательная книжка «Ключи к «Тайне Эдвина Друда»» отвечает далеко не на все вопросы. В России есть огромная литература на эту тему. Набелла Матвеева говорила мне, что и у нее была собственная версия, которую она когда-то не успела записать, но по ее мнению Эдвин Друда был жив. Мне тоже кажется, что Друда жив и что вот в чем гениальность. Понимаете, его никто не может узнать, потому что после смерти он чудесно преобразился. Не все мы умрем, но все изменимся. Эдвин Друда другой после попытки убийства, после своего воскрешения. Я не уверен, что он Детчери, хотя идея, что Детчери это Елена Ландлес это очень красивая идея, но тем не менее для меня Друда жив. Так интереснее. Второй, ну понимаете, если бы этот роман был закончен, сколь бы эта тайна не была элегантна, а Диккенс обещал открыть ее королеве, если она его примет, но королеву не приняла и вот теперь мы гадаем. Сколь бы элегантна не была развязка у Диккенса, иллюстрации, которой служит вот эта знаменитая картинка с обложки с разоблачением. Все равно тот массив, который мы имеем, та тайна, которая перед нами, тайна жизни и смерти, гораздо ярче, гораздо интереснее, и гораздо эстетически убедительнее, чем любое реальное писательское воображение. Это сделало роман загадкой на века, детективом детективов. Лучше всего Диккенса и всего Коллинза и всей Агаты Кристи. Поэтому я до сих пор считаю самые страшные книги, написанные по-английски, именно тайную одну другу. Второй вариант, когда роман не дописан именно потому, что он не может быть дописан. Самый наглядный здесь вариант это жизнь Клина Самгина. Понимаете, вот Горькому хочется, чтобы Самгин умер. Самгин, один из групп интеллигентов мы говорили, как это обозначено в пародийной пьесе Горького и Андреева, он, конечно, по идее противный и хорошо бы его как-нибудь убили. Но тут вот в чем проблема. Горький хочет, чтобы Самгин погиб раздавленной рабочей демонстрацией. Такого не может быть, это наглядный и банальный. Горький не учел, не понял простой вещи, но интуитивно художественным своим чтем, который у него работал отлично, он это весь чувствовал. Он понимал, что Сноб живет плохо, умирает красиво. Смерть Ходосевича была красивой, потому что он умер, думая не о себе, а о Берберове и перед смертью и сказал, как ужасно быть где-то, где я не буду знать, где ты и что с тобой. Это прекрасная смерть, гордая, мученическая. Сноб смотрит на себя со стороны, ему важно, как он живет. И поэтому он не умирает как раб, он не умирает как ничтожник, он умирает как герой. Такой смерти Горький не мог придумать Самгину. Когда говорят, что Самгин это автопортрет Горького, поэтому в его фамилии есть МГ, инициалы. Во-первых, инициалы все-таки МП, а Горький это псевдоним, и он всегда это сознавал, и все его друзья называли его Алексеем, а не Максимом. Во-вторых, Самгин не имеет ни единой горьковской черты, а вот Ходосевич их имеет очень много. Это попытка свести счеты с человеком, который умел поставить себя, который умел хорошо выглядеть, а Горький не умел, хотя очень старался, и всегда был неправ, всегда оказывался неправ, а прав оказывался всегда скептик, циник, тот, кто на всех смотрит с высока. Но такой человек умирает красиво, в чем проблема, а живет черти как. Значит, третий случай, когда исторически сюжет оказался исчерпан, прежде чем он был завершен. Это классическая судьба большинства русских эпопей. Обратите внимание, что главный жанр советской эпохи это незаконченная эпопея. Наиболее нагляден случай, наверное, Федина. Федин плохой, по-моему, писатель, написавший один гениальный роман, случайно у него получившиеся «Города и годы». Весь остальной Федин это плохо переваренный Алексей Толстой. Советские эпопеи начинают страшно буксовать. Интервал между первой и второй частью, как правило, небольшой, между второй и третьей огромный. Так Толстой писал свое «Хмурое утро», не сумев его толком закончить, потому что, конечно, «Хмурое утро» это очень плохой роман, слабый, с абсолютно искусственным финалом, с этим речью про Гойл-Роу. Так и не закончил роман и «Костер» Федин, третий том свой. Все говорил взыскательный художник, он просто не мог уже ничего написать. Незаконченным осталась жизнь Клима Семегина, по другой причине. Чудом Шолохов закончил «Сихидон», и то книга буксовала. 50 лет Леонов заканчивал пирамиду. Дело в том, что советский проект явственно буксовал и перерождался. Да, Фадеев не закончил последнего из УДГ, пожалуйста. Советский проект буксовал и перерождался. Революционная проблематика, на волне которой все эти эпопеи начинались, эта проблематика была с годами снята, потому что вместо революции начиналась империя. И поэтому, конечно, незавершенные советские эпопеи это трагический пример переломившегося времени. Времени, которое не имеет логического продолжения, логического завершения. Метафизическая глухота большинства этих писателей мешала им оценить перерождение советского проекта из республики в империю. Советский проект изначально был не особенно хорош, но финал его был просто ужасен. Случай, когда роман принципиально невозможно завершить, потому что он незавершаем. Знаете, боюсь, что здесь речь идет скорее о незаконченном романе Набокова, который известен нам под названием Солюс Рекс. Трудную вещь сейчас попытаюсь формулировать, но мне кажется, что вмешательство истории в судьбу этого романа, нападение немцев на Францию и вынужденное бегство Набоку в Америку, помешавшее ему завершить роман, мне кажется, что здесь какие-то страшные силы вмешались в написание главной величайшей книги 20 века. В 40-м году Набоков находится на пике своего интеллектуального могущества. Я уверен, что ничего лучше, чем Ультима Тули, вот эта вторая глава романа, или первая там, сохранилась их две, Ультима Тули и Солюс Рекс. Мне кажется, что ничего лучшего, чем это, он в жизни своей не написал. Я помню шок от чтения Ультима Тули, я думал, если человек 40 лет такой написал, что же он писал в 70-е? А в 70-е он писал хуже, ничего не поделаешь. Жизнь Набокова симметриада, бабочка и пиковая точка там в середине. Так вот, мне кажется, что ровно в середине жизни он прожил почти 80 лет, написав этот роман, придумав этот роман о художнике Синемусове, он открыл бы какую-то тайну, которую открывать людям нельзя. То есть, он замахнулся на ситуацию, которая была свыше даже его писательских возможностей. Ведь этот роман повествовал бы о том, как установить посмертную связь. И вот это, мне кажется, самым интересным. А тот случай, когда, как говорил Блок, высшая логика войны вторглась в частную логику жизни. Мне кажется, что если бы Набоков это написал, это была бы книга, сопоставимая в чем-то с Библией. Это была бы книга невероятно глубокой рефлексии. Эта рефлексия у Набокова была. Он понимал, что сознание бессмертно. Но вот что-то ему помешало, в данном случае, видимо, судьба ему, помешала война. А что-то помешало ему завершить великое произведение. И в результате судьба Набокова осталась такой вот страшно сказать, горько сказать, половинчатой. Ну и книги не закончены сознательно. Фрагментарность, как бы заметки на полях литературы. Мандельштам, «Египетская марка». Задумывался роман, получилось маргиналий, заметки на полях романа. Вот, мне кажется, так надо писать сейчас. Мы сейчас в том положении, в том возрасте, в той эпохе, когда мы не видим ее конца и не понимаем ее смысла. Давайте не стремиться к окончательности. Давайте оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Это и будет нам лучшим памятником. Вернемся через неделю. Пока.